ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Какое объяснение этому отражению? От чего оно? От солнца! Есть такие, кто серьезно так думает? Давайте этот фрагмент посмотрим подробнее. Сначала на стекле видим одну точку света, потом вторую и затем третью. Это что, парад планет был? Планеты выстроились в ряд и мы видим от них свет? Или солнце так затроилось? Да и вообще суть даже не в количестве точек света, а в самом его факте. Даже если бы он был один, глупо верить, что это солнце. Нужно очень сильно верить в космос, чтобы в это поверить. Вот фото скафандра, сделанное на земле. Смотрим на стекло и задаемся вопросом, не аналогичное ли это отражение? Идем дальше. В этом видео студийных косяков много, но в этой серии тема света, поэтому покажу еще один момент касаемо света. Остальное потом. Да и кстати, вот это не какой-то там мужичок. Это легендарный советский космонавт Леонов. Просто задумайтесь, что происходит в мире. Что это? Еще раз подробно. Субтитры сделал DimaTorzok Ну я даже не знаю, что тут комментировать. Просто пусть каждый делает выводы. Смотрим другое видео. Аналогичная вспышка света. Где-то что-то пошло не так, что-то дрогнуло, но переснимать лень. Люди и так спят, сойдет. Еще раз подробнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а что вот это такое, я расскажу в одном из следующих видео. Хотя, думаю, и так всем ясно, но все же не будем забегать вперед. Это очень смешно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте теперь посмотрим фотки. Например, вот. Что вы сейчас видите, это то, к чему стремятся все фото и видео студии. Это стопроцентно идеальное освещение объекта со всех необходимых сторон. Просто образец того, как нужно устанавливать освещение и делать фото или видео. Освещение хромакея идеальное. Никаких бликов, никакой тени, никаких шумов между так называемым скафандром и хромакеем. Хорошо все настолько, что все плохо. Это студийное палево. И чтобы так осветить, свет, конечно, необходим, очень мощный. Естественно, не один. И он не остался и не мог не остаться незамеченным в отражении скафандра. Кстати, что вот это за фольга, думаю, несложно догадаться. Видимо, актеру был невыносим источник света сверху. Он морщился. И ему сделали вот такую штуку на манер, как на лобовых стеклах автомобилей. Здесь то же самое. Идеальное освещение со всех необходимых сторон. Хромакей освещен превосходно. Качество фотографии хоть постер делай. Здесь уже качественно делать линяться. Начинают косячить. Поставили один источник света прямо напротив и чуть ли не в упор. Но мы должны верить, что это солнце. Это, ребята, солнце. Это снова качественная картинка, как надо освещенная. Свет снова мощный, установлен со всех необходимых сторон. И в скафандре это, конечно, отражено. А вот то же самое фото, только другая картинка Хромакея и пару дополнений у космонавта. Ну, знаете, игра такая есть. Найди 10 отличий. Вот на манер. Это фото, скорее всего, юмор, но картинка очень показательная. Потому что то, что отражается в стекле скафандра, примерно показывает, как все это происходит. И в левом верхнем углу мы видим так называемое солнце. Хотя есть еще вот такая картинка, где на этой же фотографии этого отражения нету. Поэтому, быть может, это и не юмор. Я не знаю. Здесь якобы солнце светит практически за космонавтом. Ну, а сам космонавт освещен снизу. В принципе, качество фейка было бы хорошее. Тут вот и землю целиком в отражении изобразили. Если бы не косяк с освещением. Здесь якобы солнце светит с одной стороны, но космонавта мы видим еще более освещенным с другой. Также мы видим солнечный луч, который же является и атмосферой. На скорую руку нарисовали. Но в целом, качество фотографии хорошее. В общем и в целом, таких фотографий, видеосъемок со световыми косяками огромная масса. Все их разбирать незачем. Сами этим можете заняться, кому надо. На примере нескольких фото и видео я показал суть дела. Я же думаю, вы понимаете, что эти так называемые космонавты не летают в космос с фото-видеостудией и ее работниками. Скажу вам по секрету, в космос не летает вообще никто. Как и где реально происходят эти фото и видеосъемки, я покажу в одном из следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok